Однажды меня спросили, что будет завтра, и я как-то спонтанно ответил утром, а потом вспомнил, что жизнь с детства для меня ассоциировалась с утром. Правда, было время, когда, увлекаясь ночами, я не замечал рассвета. Каждый новый день – это прогулка и ее продолжение. Мы идем по земле, встречаем своих и не своих, готовим мандариновый пирог, ошибаемся адресом, дышим морским бризом, влюбляемся и расстаемся, падаем и поднимаемся, но продолжаем идти. Счастье – это непременно благодарность и движение. Лежа на диване в обнимку с коробкой эклеров, вряд ли станет счастливым. Абширон Полуостров на западном берегу Каспийского моря. Всегда возвращаюсь сюда, где бы я ни был. На этой земле отчетливо слышу себя, наполняясь силами. Не зря на Абшироне так много священных мест. Тут я иду, десятки километров, наблюдая за тем, как плоды инжирных деревьев наливаются медовым соком, как соленый бриз отбеливает каменные заборы домов. По Абширонской земле когда-то проходило много дервишей, молчаливых странников суфиев. Они постигали счастье, когда делились с окружающим миром тем, что имеют – водой, знаниями, состраданиями, верой и любовью. Я понял, что у жизни нет глобального смысла. Все просто – любить и делиться этой любовью с окружающим миром. Каждый из нас ищет дом. Мы ищем его снаружи, хотя все начинается внутри. Когда внутри нас пасмурно, даже самая солнечная погода за окном будет выглядеть дождливой. Я люблю и оберегаю свой дом и своих людей, конечно же, в нем. Мы ищем и находим те места, которые отражают наш внутренний дом. И там нам хорошо, там мы отдыхаем с дороги. Одно из таких мест для меня Абширон и его селение. Гала, Хиля, Тубенды, Бузавна, Мердакяны. Я всегда возвращаюсь сюда. Моё детство прошло в Хиля. Дом дедушки Асада и бабушки Соны. Он мне часто снится. Сад с инжирными деревьями, рабочий кабинет дедушки, который мы почему-то называли бункером, большая картина с бегущими лошадьми в гостиной и смуглые руки бабушки, раскатывающие тесто для бутавлов. Это такие лепешки с такой начинкой и непременным добавлением зерен граната. Однажды бабушка Сона сказала мне, будь счастлив в каждом мгновении. Запоминай, впитывай, обнимай. Всё. И хорошее, и не хорошее. Нас обогащает, укрепляет, улучшает. Хотя мы не сразу это понимаем. Я понял, что каждый из нас, вне зависимости от национальной принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, ошибок прошлого, любим мироздания и достоин счастья, мы приходим в этот мир исключительно для счастья. Почему? Ну, потому что только счастливый человек распространяет вокруг себя счастье. Значит, и в мире его становится больше. А ещё важно следовать голосу сердца. В этом и есть свобода человека. Нужно верить в себя, в свой путь и не изменять общечеловеческим ценностям. И свобода заканчивается тогда, когда ты начинаешь жить так, как все. Да, так легче, но, по-моему, совсем неинтересно. А вот следовать голосу сердца, никому не объяснять свой выбор и при этом делиться добрым, светлым с окружающим миром, ну, что может быть прекраснее. Когда я приезжаю на Абширон, мы с вами обязательно создаём одно утро на двоих. Просыпаемся раньше всех домашних, садимся в её красную машинку и едем на крышу с видом на море. Там мы читаем волны и смотрим на мир, а мир смотрит на нас. И нам хорошо в этой тишине. Завтра утром мы станем лучше и научимся не поддаваться всеобщему хаосу. Будем беречь свои миры, чаще обнимать близких, помогать тем, кто нуждается в помощи и больше путешествовать. Всё на самом деле очень просто. Завтра утром мы осознаем, что ни одно событие в жизни не случайно. Но вот страдать, ощущать себя жертвой, жаловаться на тяжёлую долю всегда легче, чем подняться, поблагодарить Вселенную абсолютно за всё и двинуться вперёд дальше. А ещё завтра утром мы придём к морю и его в нас станет ещё больше. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»